Всем огромный привет! Меня зовут Юля Бандак, я стилист и вы на моем канале. Я очень рада, что вы его нашли. Здесь мы говорим про стиль, про Стокгольм, я живу в Швеции, и про эстетику повседневности, про какие-то красивые эстетичные моменты и вещи, которыми наполнена наша обычная повседневная жизнь. Сегодня я бы хотела поговорить об одной теме, которая очень волнует большинство моих читателей в инстаграме. Кстати, если вы не подписаны, то обязательно подпишитесь, у меня там супер классно, все в режиме настоящего времени, моя семья, много советов по стилю, короче, приходите. Ну так вот, девчонки часто меня спрашивают, почему одежда не подходит по размеру. И очень многие сетуют на то, что на их фигуру не шьют. I feel you sisters. Я задумалась про размеры одежды и почему мы часто покупаем неподходящую нам по размеру одежду, держим в шкафу одежду, ну типа на когда похудеем, которая нам давно не подходит, а также почему так сложно найти вещи, которые подходят по фигуре и в чем вообще проблема. Проблема в нас, в нашей фигуре или в производителях одежды. Если вам это интересно или если вы когда-то задавались этим вопросом, то продолжайте смотреть. Я бы хотела начать с истории. На мой взгляд, очень важно понимать, откуда вообще произошло такое понятие, как размер одежды и почему он часто немножко или немножко мимо. Одежду довольно долго шили на заказ. Первое массовое производство одежды было основано в 18 веке и клиентам, точнее целевой аудитории для этого производства были даже не женщины, а мужчины, потому что одежда производилась для солдат. Женщины все еще продолжали шить одежду, потому что силуэт того времени он предполагал то, чтобы одежда так провод сидела как влитая. И в масс производстве такого конечно же было достичь практически невозможно. Но примерно с 1908 по 1913 год мода сменилась и в тренды, тогда они еще не назывались трендами, пришел более свободный силуэт. И это позволило производителям одежды наконец-то начать шить платья в больших количествах. И конечно же одежду шили и на разные размеры, но проблема была в том, что они к сожалению никому не подходили. И многие владельцы магазинов жаловались производителям на то, что клиенты недовольны. Женщины приходят, покупают эти вещи, им все равно приходится еще ушивать под себя, усаживать вещь на фигуру, и они толком не понимают вот эти вот номерки, размеры, которые написаны на этикетках. Что это такое? Для кого это? Кто эта мифическая женщина размера 36? Потому что они эту женщину в своем магазине пока что еще не встречали. Как вы понимаете, это была проблема, ее нужно было решать. И тогда два ученых-статиста, Ruth O'Brien и William Shelton, они устроили такое исследование и собрали мерки с 15 тысяч женщин и документировали их. Их предположением было, что постепенно выяснится какая-то логика в размерах. То есть, например, если у женщины такой-то ширины плечи, то ее грудь будет примерно такой ширины. Или если у нее такой-то ширины талия, то бедра будут по отношению к талии в такой-то пропорции. И таким образом удастся вывести какие-то стандартные размеры, которые можно будет использовать в швейном производстве. И как вы думаете, к чему пришли наши дорогие ученые? Ни к чему. Логики нет. Нет никакой красной нити, которая помогла бы предположить размер одежды, и чтобы он был безошибочным для всех. Потому что, сюрприз-сюрприз, все женщины очень разные. И что же получилось? Исследования забыли на какое-то время, до примерно 58-го года, когда эти данные снова подняли и сделали такую более-менее на что-то похожую коммерческую систему. Система предполагала размеры от 8-го до 38-го. Все, что было ниже 8-го, это был детский размер. Опять же, возникала большая путаница. То есть нужно было как-то поменьше размеров, с 8-го до 38-го, вы понимаете, как бы это очень много. В конечном итоге, где-то в 90-е появились размеры, которые мы знаем сегодня, S, M и L. Но наши сегодняшние small, medium и large, они не соответствуют тем размерам, которые были в 90-е. И уж точно они не соответствуют измерениям, которые были найдены в том самом исследовании. Потому что, если сопоставить, часто говорится о том, что, например, Мерлин Монро, она носила размер L. Это пишется в источниках исторических. Но если сравнить ее изменения талии и бедер, которые предоставлялись в разных интервью ее портными, то мы придем к выводу, что она была вообще далеко не современной large, а вовсе даже, ну, скорее, medium. Что же произошло? Размеры что, с течением времени уменьшились? Ну, на самом деле, да. А зачем? Затем, чтобы позволить нам чувствовать себя немножко лучше. Предположим, вы поправились на карантине или не на карантине и пришли в магазин, в свой обычный какой-нибудь магазин, где вы знаете, что есть подходящая вам одежда. И решили купить, предположим, платье. Меряйте и понимаете, что как-то ваш обычный medium размер или там 38-40 размер, который вы обычно носите, он вам не подходит. Но тут нам на спасение приходит H&M или какая-нибудь другая масс-маркет-сеть, которая давно это все просекла. И когда мы идем туда и меряем размер, ну, свой этот medium, оказывается, что ничего, в принципе, подходит. И зачем это делается? Дело в том, что многие масс-маркет-бренды увеличивают, как бы, объемы одежды и оставляют меньшие цифры и буквы, обозначающие размер. То есть, как бы, объем одежды больше, а цифра и буква меньше, чтобы мы чувствовали себя хорошо и не корили себя за то, что мы, предположительно, там поправились. Как-то раз было даже опубликовано исследование, где сравнили много марок одежды и пришли к выводу, что одинаковое обозначение размера совершенно не соответствует объему разных брендов. Скажем, джинсы 28-го размера одного бренда вообще не соответствуют объемам 28-го размера джинсов другого бренда. Поэтому вы уже понимаете, к чему я веду. Размеры, все эти буквы, цифры, это полная фигня. Нам давно уже внушили, что одежда должна сидеть по фигуре. То есть, нужно покупать одежду в размер. Я очень много говорю об этом в своих онлайн-уроках по гардеробу, которую я периодически выпускаю, что не обязательно, совершенно не обязательно, чтобы вещь сидела в обтяжку, в облипон. И если она так не сидит, то она вам большая, и вам обязательно нужно спуститься на размер. Часто, опять же, это психологический момент, мы не хотим переходить на размер больше, если того требует наша фигура, и продолжаем впихиваться, просто лежа вползаем в тесные джинсы, просто чтобы чувствовать себя, ну, все еще типа S, XS. Но буквы, цифры, это вообще совершенно ничего не значит. Главное, то, как одежда сидит. Главное, это посадка. Ни размер, ни буква, ни цифра, потому что она во всех брендах разная. Главное, это определить нравящуюся вам посадку одежды и привыкнуть к тому, что в наше время она не обязательно должна быть по фигуре. Еще одна проблема, это так называемая компенсаторная консумация, компенсаторные покупки. Ну вот, если вы пришли даже в H&M, где размеры побольше обычных, и померили, вам ничего не понравилось, и вроде все равно как-то хочется купить, себя порадовать, что мы делаем? Что мы делаем? Прямо там рядом, недалеко от кассы, где вы ничего не купили, у нас находится что? Отдел с косметикой и аксессуарами. И вы такая... Слава богу, хоть что-то мы купили. Поэтому отделы с аксессуарами, косметикой, разными там сумками, шляпами, все, что безразмерное, оно находится недалеко от кассы, чтобы мы что-нибудь докупили, ну, чтобы подсластить пилюлю того, что мы не влезли в эксессочку сейчас, как я точно никогда. Вот. Это неплохо. Мы должны носить одежду, а не одежда должна носить нас. И проблема не в нас, проблема в производителях, проблема в одежде, проблема в том, что бренды не хотят тратить деньги на хорошие лекала. И тут для меня тоже какой-то огромный парадокс. Бренды производят огромное количество одежды, просто вот эти горы гнилья, они лежат где-то в Африке и разлагаются, и будут разлагаться много-много лет. Почему бы вместо того, чтобы производить просто кучу вот этого мусора, не произвести бы вещи, которые будут с лучшими лекалами? Инвестировать в изготовление лекал, а не в изготовление трэша, который типа должен подойти на какой-то усредненный, там, не знаю, столб, или песочные часы, или не знаю еще, какой там они силуэт могут изобрести. Вот. И особенно у меня большие вопросы к люксу, потому что у этих ребят, извините, конечно, простите, но бабла дофига. И выяснилось, что всего 0,6% люксовых брендов выпускают вещи на большие размеры XL и так далее. И всего 10% из этих брендов, из вот этого 0,6%, всего 10% их линеек, они направлены на размер XL и выше. Тогда мы приходим к следующей, к последней проблеме. Эту проблему я поняла, что она существует, когда начала работать стилистом, потому что, да, на девушек покрупнее одежду найти сложнее, потому что, блин, вообще не все бренды шьют. Я не понимаю, почему. Потому что это огромный сегмент аудитории, на которой многие не работают. И я, опять же, считаю, что это огромная несправедливость, что только, получается, худые и стройные женщины, что ли, могут одеваться как-то прикольно, как-то выражать себя через стиль, через одежду. Кстати, вот вы согласны или нет? Вы сталкивались когда-нибудь с тем, что вашего размера просто нет в линейке. Вот сшили до определенного размера, а на вас не сшили. И вообще, кстати, если у вас есть проблема с выбором размеров и одежды, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне было бы очень интересно почитать, какие у вас на этот счет мысли. Возвращаясь к LXL и так далее, смотрите, мы от одежды никогда никуда не уйдем. Мы не будем ходить голыми. Ну, как бы, может быть, кому-то не хотелось, мы живем не в том мире, где мы можем ходить без одежды. Все будут носить одежду, все будут тратить на нее деньги. Так почему бы не дать всем возможность выражать себя через персональный стиль? Ты все равно должна что-то носить. Почему бы не носить то, что тебе реально нравится и подходит? И таким образом, когда бренды исключают размеры, которые больше XL в своих линейках, они не дают огромному количеству женщин как раз-таки вот этого удовлетворения носить что-то, что им офигенно нравится, что им подходит, что такого цвета, который они для себя заприметили, например, в трендах и цветах сезона, и потом, блин, не могут найти из-за того, что не пошили на их размер. Я считаю, что это огромная несправедливость, и так быть не должно. И особенно люкс. Вы могли бы взять свое баблище и употребить на то, чтобы расширить линейки, и все остальные инвестировать должны в лучшие лекала. Вот такая вот у меня мечта, и такой у меня посыл. Ну и чтобы подытожить, девчонки, учитесь абстрагироваться от размеров, от номеров, от цифр, замечайте актуальную посадку икрой. Она сейчас во многом не должна быть впритык и по фигуре. Да, классно иметь, может быть, какого-то партнера, который может... Партнера? Портнова, который может вам подогнать, если прям реально надо, если вещь того требует. Но в целом полуприлегающий крой, он классный и подходит большинству людей. Поэтому просто мерите, смотрите и набивайте руку, набивайте глаз, насматривайтесь на то, как можно носить разные вещи, какими свободными они могут быть и какие силуэты можно составить, опираясь на более свободные вещи, которые не требуют вот этого загона по размерам. Если что-то на вас не налезло, ну блин, короче, это просто бренд шьет на всех. Не на вас, а на всех. И еще, когда мы находим какой-то бренд, который шьет, например, классные джинсы, которые нам подходят, и вы одни там купили, пожалуйста, продолжайте просто покупать там дальше. Не ищите больше нигде, вот здесь шьют на вашу попу. Вот так вот. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok